Добрый вечер, уважаемые коллеги. Буквально несколько дней тому назад я в Фейсбуке и ВКонтакте сделал объявление о том, что мы арендовали помещение под молодежное телевидение Крыма. Мне стали поступать вопросы, что это такое, с чем его едят и чем мы фактически будем заниматься. Я в этом ролике хочу описать весь спектр работы, которую мы будем осуществлять и пригласить людей, которым это интересно, с нами поближе познакомиться, прийти на установочную встречу, которая будет 4 декабря по новому нашему адресу и вкратце описать здесь весь список работ, которые мы будем осуществлять. Это помещение будет включать в себя все виды деятельности, которые мы заявляли ранее. Там будет базироваться детская киностудия «Ласточкино» со всем своим личным составом, со всеми своими проектами. Мы на этой базе будем осуществлять планирование, сценарную работу. Отсюда будет выезжать съемочная группа для съемок разных эпизодов нашего сериала «Школа» и других проектов, которые мы начинаем. На этой же базе будет находиться фотостудия «Ласточкино». Я хочу сказать, что мы делали в этом году и в конце прошлого несколько фотосессий для детей тематических, военных, летних и других. В любом случае мы будем продолжать работу в фотостудии. Особенно будем упирать на третьеклассников, которые будут заканчивать начальную школу. И будем делать репортажные съемки портретные прямо в классе, для того, чтобы родители и дети, например, оставили себе на память, как это было, как это выглядело, в каком классе учился ребенок, как выглядели все одноклассники, как они стояли у доски. То есть фотосессия, в общем-то, постановочная, но она будет показывать, как проходила жизнь в начальной школе. Такой объем работы мы, в общем-то, планировали давно. И вот сейчас появилась возможность у нас иметь базу, из которой мы будем выезжать для съемок тех или иных классов, которые выразят желание такую съемку заказать. Кроме этого, продюсерский центр «Молодежное телевидение» планирует начать работу по обучению профессии видеоблогера. Многие дети мечтают стать видеоблогером. Некоторые, ну, не очень взрослые, да, там, скажем, 10-12 лет, видят это точно так же, как топовые видеоблогеры, для того, чтобы делать трансляции игрушек, какие-то, может быть, закадровые вещи. Мы будем воспитывать видеоблогеров в кадре. То есть, фактически, речь идет о профессии телеведущего. Человек должен уметь говорить, должен держать взгляд, должен строить свою речь на лету с очень хорошей структурой. Ну, соответственно, параллельно, кроме речевых навыков, он, естественно, должен разбираться в камерах, должен уметь монтировать отснятый материал, да, и публиковать его на YouTube и в других видеохостингах. Вот этот технический объем вопросов, он тоже очень важен, и вкупе с речевыми навыками, это будет вот предмет работы нашей школы видеоблогеров, которая будет проводить занятия тоже по нашему новому адресу. Кроме того, что мы будем заниматься видеоблогерством и обучать детей этой профессии, мы, естественно, из самых успешных, из самых говорящих, из самых креативных детей мы будем формировать некоторые телевизионные форматы, игровые, ток-шоу, дискуссионные клубы, причем на темы, которые интересуют детей по умолчанию, и прежде всего это, конечно же, темы профориентации, темы, связанные с туризмом, Крым это туристический край, и нужно очень большое количество спикеров, которые бы рекламировали те или иные места. Для этого нужно создавать определенные телеформаты. Мы сделаем дискуссионные клубы телевизионные для того, чтобы проводить дебаты и повышать общую дискуссионную культуру в нашей республике. И, конечно же, будем делать несколько игровых телеформатов об отношениях. Эту часть работы я сейчас сильно раскрывать не буду, там несколько сюрпризов, несколько наших фирменных секретов. Я об этом расскажу уже на предстоящей неделе более подробно. Это будет очень интересно не только детям, но и взрослым родителям. Кроме того, мы планируем уделить очень большое внимание такому направлению, как смеховая культура нашей молодежи. То есть фактически мы хотим организовать стендап-клуб Республики Крым. При этом мы четко понимаем, что стендаперы современные, которые пошли из североамериканской культуры, это люди, которые высмеивают все святое. То есть после стендапа ничего святого в сознании не остается. И в общем-то, какие бы святыни у людей не были, даже верующих, религиозных, стендаперы эти вещи могут разрушить. Наш стендап будет несколько другой. Мы будем педалировать на юмор, мы будем педалировать на реальные ценности, которые соответствуют разным общинам Республики Крым и вообще Российской Федерации. И при этом мы высмеивать будем далеко не святые вещи, а будем высмеивать то, что мешает нам жить, мешает нам построить хорошую семью, мешает нам бороться с алкоголизмом, например, с наркоманией, другими вещами. И все это делать очень хитро, очень тонко. Кстати, это повышает требования к людям пишущим. Так вот, в стендап-клуб мы объявим несколько все крымских конкурсов на пишущих людей, которые войдут в авторский цех всего стендап-клуба. То есть мы будем искать молодых людей в возрасте 14, 15, 16 и выше лет, которые могут писать очень тонкие, очень глубокие и смешные тексты на заданную тему. Мы объявим конкурс, который будет заключаться в том, что мы будем разыгрывать призы, достаточно серьезные призы, для тех, кто нам пришлет такие тексты. Мы объявим конкурс на лучшего стендапера, то есть человека, который со сцены может держать внимание зала и при этом говорить тексты. Умеет ли он их писать или не умеет, вопрос второй. Конечно же, хорошо, если он и сам пишет для себя, но самое главное, второй конкурс будет на лучшего стендапера. Это тоже будет конкурс с разыгрыванием призов. Хочу сказать, что наш клуб, он будет формироваться таким образом, чтобы создавать концерты, то есть создавать бизнес, создавать... Есть же караоке-клубы, где люди поют, да? А мы попробуем сделать так, чтобы были клубы, где наши дети, которые умеют говорить, умеют держать внимание зала, проводили определенные там 30-45-минутные, часовые концерты, которые по факту и будут стендап-клубом, но только не пошлым, не развращающим, а достаточно благородным, но смешным. Третий конкурс мы объявим, конечно же, на всех поющих детей. Мы пришли к выводу в работе нашего продюсерского центра, который сейчас будет называться «Молодежное телевидение Крыма», мы пришли к выводу, что наша культура пения, когда дети поют и поют примерно, как правило, знаменитые песни, поют каверы, у детей этих не хватает вот видеоплеча для того, чтобы создать очень эффективный YouTube-канал, это фактически блогерство, только музыкальное, и сделать примерно то, что делают, например, группы Boy Sauvignon, да, Курт Хьюго Шнайдер, то есть создавать кавер-версии знаменитых песен, русскоязычных, англоязычных, и чтобы эти каналы были крымские. То есть у нас будет три конкурса для пишущих, авторский цех стендап-клуба Крыма, для исполнительского цеха стендап-клуба, и для поющих детей, которые исполняют каверы. Как будет организован этот конкурс, я расскажу уже после вторника, ближе к среде, во время вот этой предстоящей недели, где мы уже будем завершать ремонт и потихонечку въезжать в наше новое помещение. Но вот эти направления работы мы планируем делать, ну, чуть ли не флагманом нашей деятельности. Естественно, мы будем работать с людьми, которые изъявят желание учиться на профессию аналитика, политическая деятельность, например, связанная с нашей программой «Информационная война», она требует большого количества рук. Есть очень много инструментальных прикладных тем, которые требуют большого объема работы с первичными данными из открытых источников. Так вот, профессия аналитика, которая работает с открытыми источниками и по вполне понятным алгоритмам формирует картинку, что там происходит в умалчиваемом, вытаскивает за уши процессы, которые прячутся за новостями. И вот такую профессию мы будем обучать людям, которые изъявили желание, но это будет такая очень тонкая и, в общем-то, не сильно афишируемая работа. Все эти продукты, которые мы будем производить на этом нашем новом адресе, мы будем публиковать на сайте молодежное телевидение Крыма, которое мы сейчас, в общем-то, формируем. Я его тоже предъявлю к всеобщему обозрению к концу будущей недели. И я думаю, что общими усилиями наша работа будет не только увлекательно и интересной, но и очень полезной даже в материальном смысле всем участникам. Ну, например, фактически молодежное телевидение – это маркетинговая и продакшн-компания, которая может делать ролики, может делать рекламные ролики, может делать корпоративные фильмы. И эти задачи будут решать дети, которые учатся в этой школе молодежного телевидения. То есть, если возникает какой-то заказ, то я уже старый дряхлый дед, я не побегу снимать, я просто обращусь к ученикам и скажу, подняли руки, кого это интересует, пошлю им, они заберут часть денег себе в зарплату, а часть денег пойдет на амортизацию оборудования, которое у молодежного телевидения уже есть. Вот примерно такой фронт работы мы планируем на этом новом предприятии. Хочу пригласить всех в комментариях к роликам, в постах в Facebook и ВКонтакте, где люди, если увидят этот ролик, постучаться, высказать свое мнение, интересно вам, неинтересно, сообщить друзьям, соседям, родственникам, знакомым. Мы хотим делать очень мощное молодежное движение. Эта работа с молодежью, она такая, ну, в общем-то, неприметно ее никто не делает. Нам кажется, что если тут копнуть поглубже, то будет толк. Ну вот, что я хотел сказать сегодняшним вечером, воскресным по поводу нашего будущего молодежного телевидения Крыма, пригласить вас всех, посетить этот наш новый адрес, и спланироваться относительно того, как мы будем с вами жить предстоящий, ну, как минимум, год. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok